Ну, пока что я вижу ухудшение отношений между гражданином Соединенных Штатов Обамы и гражданином Российской Федерации Путиным. И это ухудшение отношений задолго до Снудена на их, так сказать, пресс-конференции после предыдущей их встречи было видно просто невооруженным взглядом. Они сидели как поссорившие шрискольники и глядели в разные стороны. Ну, это было видно. Видимо, ну, как-то вот не сложились отношения. Дело ведь здесь, в конце концов, в политике участвуют тоже люди. Вот обратите внимание, по-моему, в отличие от Обамы, Буш-младший сделал нам много чего плохого. Отношения у них были нормальные, хорошие, мужские. А здесь, ну, вот как-то не задалось. Конечно, смешно, когда на основе вот отказа экстрадиции Снудена, то есть вместо того, чтобы снять руководителя спецслужбы, который отбирал Снудена, принимал его на работу, в конце концов, что с помощью глубинного интервью нельзя было определить, что этот человек имеет какие-то идеалы, которые совершенно несовместимы с работой в таких неидеальных ведомствах, как, например, ФСБ или, с другой стороны, Агентство национальной безопасности. Там немножко другие должны быть качества у человека. Не идеальные отнюдь, но, тем не менее, приспособленные для этой секретной деятельности. Кому непонятно какие, могут посмотреть вот эту многосерийную сагу про Джеймса Бонда. Поэтому повод, конечно, смешной, некрасивый. Тем более на фоне того, что нам генерала Калугина, который сбежал и осужден на 15 лет, американцы даже им в голову не приходят его нам отдавать. О чем тогда речь вообще? Какой Снуден? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова